Хорошо, давайте мы посмотрим, наконец, на речь афинян. Я за 10 дней помню, я попытался показать, что афиняне, что Фукидид нам говорит, что афиняне будут делать одно, но будут ли они это делать, это большое, и как они это будут делать, это большой вопрос. Афиняне выступили и произнесли такую речь. Нас послали сюда в качестве послов не для того, чтобы припираться с вашими союзниками, но чтобы уладить дела, касающиеся нашего государства. Афиняне сразу говорят, мы здесь не по этому делу, мы не имеем права выступать, у нас нет санкций. Однако, услышав о том, что против нас возбуждены немаловажные обвинения, мы выступаем теперь не для ответа на жалобы государств, не на рейхи, но для того, чтобы доверять союзникам, вы в важном деле не принялись легким сердцем несоответственного решения. И афиняне тут же доказывают, что они инициативны, да, то есть они говорят, мы здесь не за этим формально, но мы за этим здесь выступим. Второе, афиняне сами объявляют цель, и вы видите, что цель, которая объявлена Фукидидом, и цель, которая объявлена афинянами, совпадают. Это автоматически означает, что иногда цель, объявленная Фукидидом, и цель, объявленная говорящим, совпадать не будут. Кроме того, по поводу всего, что говорилось о нас, мы желаем показать, что мы владеем нашим достоянием совершенно по праву, и что государство наше достойно уважения. Афиняне говорят, наша цель – остановить вас. Фукидид говорит, цель афинян – остановить спартанцев. Фукидид говорит, задача афинян – показать силу своего государства, потому что это остановит спартанцев. Афиняне говорят, наша задача – показать, что наше государство, наша империя существует по праву. Вы видите, как задача расходится? Ну, а разве это не подзнает, что по праву сила? Сила – не право. То есть, задача афинян по Фукидиду – показать силу? Да. Но сами афиняне говорят, что их задача – показать, что империя существует по праву. И мы, естественно, задаемся тем самым вопросом, который обсуждали в прошлый раз, или на который я указывал в прошлый раз. А именно, а по какому праву создаются империи? По праву сильного? Нет. Значит, вы не считаете, что существует право сильного? Право сильного появится в обсуждении чуть-чуть позднее. Помните, у войны есть эволюция принципов. Один из этих принципов – право сильного. Зачем вы говорите о событиях очень давних, свидетельствием которых оказывается не столько собственное наблюдение слушателей, сколько отголоски, передаваемых ими рассказов? Вы видите, как Фукидид и афиняне совпадают в своем духе? Фукидид тоже говорит – нет смысла говорить о прошлом, так как мы знаем о нем слишком мало. Ну, потому он же афиняне. Конечно. В этом смысле афиняне отражают его дух. Хотя он не согласен с ними во всем. Но о персидских войнах, обо всем, что вы знаете по собственному опыту, необходимо говорить. Но о персидских войнах говорить необходимо. Мы не можем говорить о прошлом. Мы слишком мало о нем знаем. Но о персидских войнах мы обязаны говорить. Потому что именно в ходе или в результате персидских войн и появилась афинская империя. То есть рассказ о персидской войне – это рассказ о том, по праву ли, то есть по праву, по какому праву появилась афинская империя. Более того, вы должны помнить, что спартанцы – ретрограды. А это значит, нет ничего лучше дедов. Да? Деды воевали – главный слоган. Вы увидите его здесь прямо во всей мощи, особенно Тархидама. И это значит, что рассказы о персидских войнах – это вполне себе чтимые спартанцами рассказы. Афиняне не хотят рассказывать о будущем. Спартанцев нет будущего. Афиняне хотят рассказывать о прошлом. Хотя бы вам было и неприятно, что события эти постоянно выставляются на вид. Действительно, когда мы в то время действовали, мы шли на опасность ради общей пользы. И если вдоль ее вы приняли участие фактически, то не лишены же мы права, по крайней мере, говорить о том, что сколь не будет для нас полезным. Итак, когда-то Афины не были империей. И это значит, что они существовали наравне с другими государствами. Они наравне с другими пошли воевать в персидских войнах. И они сделали это ради общей пользы. Понятное дело, что если все государства Греции объединятся вместе против персидской империи, ну, что они сделали в том или ином виде? Они делают это не ради своей собственной пользы в первую очередь, а ради общей пользы. Естественно, это дает серьезный контраст с тем, что афиняне делают теперь. Теперь, когда не империя, нет никакой общей пользы, есть только польза Афин. То есть, получается, что их становление империей соответствовало общей пользе всей Эллады? Нет, не становление, а участие в персидских войнах. Впрочем, мы будем говорить о наших тогдашних действиях не столько с целью оправдать себя, сколько для того, чтобы засредительствовать их и показать, с каким государством предстоит вам борьба, если вы не склонитесь к правильному решению. И тут афиняне повторяют за фукидидом его задачу. Итак, мы утверждаем, что при марафоне мы одни, раньше всех, сразились против персов. Потом, когда они появились вторично, и мы не в силах были отразить их на суше, все поголовно сели на корабли, чтобы сразиться с врагом на море при Соломине. Это имело своим последствием то, что персы не могли подойти по морю от города к городу, к Пелопонесу, и разорять его, в то время как, ввиду множества неприятельских кораблей, города не были бы в состоянии помогать друг другу. Лучшее подтверждение этому дали сами враги. Разбитые на море, они постепенно отступили большей частью войска, так как осознавали уже неравенство своих сил. Однако, когда обстоятельства сложились таким образом, и когда стало ясно, что спасение Эллада зависит от ее флота, мы для этого выполнили три полезнейших дела. Доставили наибольшее число кораблей, дали поднициательнейшего стратега, и обнаружили неустанную ревность. Именно из 400 кораблей мы доставили немного меньше двух третей. Начальника флота назначили Фемистокла, который был главным виновником того, что сражение было дано в узком проливе. А это, несомненно, и спасло Элладу. Итак, афиняне уверяют, что победа в персидских войнах досталась грекам именно благодаря им. Фемистокла и вы почтили на это выше всех чужеземцев, приходивших к вам. Энергию и отвагу мы показали величайшие. Когда на суше никто не помогал нам, так как все прочие эллины на нашей границе уже были покорены, мы решились покинуть наш город, отдать на гибель свое имущество, и сделали это не для того, чтобы оставить на произвол судьбы общее дело прочих союзников, рассеяться и стать бесполезными для них. Нет, мы сели на корабли, чтобы попытать счастье в борьбе, и не гневались за то, что вы раньше не помогли нам. Вот почему мы утверждаем, что были со своей стороны полезны вам не меньше, как и себе. Из страха больше за себя, нежели за нас, вы прибыли тогда на помощь из государств, не подвергшихся разорению, чтобы владеть ими не впредь. По крайней мере, пока город наш был цел, вы и не являлись. Не являлись. А, не являлись. Напротив, мы вышли из нашего города, когда его уже не существовало, и, питая слабую надежду на его восстановление, решились на битву. Тем самым, мы спасли нас самих и отчасти вас. Если бы из опасения за нашу территорию мы, подобно другим, раньше пришли на сторону персов, или, если бы мы впоследствии, считая наше дело потерянным, не отважились бы взойти на корабли, тогда вам, при недостаточном числе наших кораблей, было бы уже нечего сражаться на море, и все спокойно бы удалось для персов так, как они того желали. Итак, по праву ли афиняне участвовали в Персидской войне? Да. Да, абсолютно. Они были в своем праве защищать свой город, и, более того, они не просто защищали свой город, они заботились и об общем благе одновременно. Я не уверяю, что они заботились больше об об этом городе. Да, чем о собственном городе, да, правильно. Здесь еще намерка в конце, при недостаточном числе ваших кораблей было бы нечего сражаться на море. Да, 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 намек здесь на то, что если бы мы не повели себя, не захотели бы сражаться за общее благо, а стали бы сражаться только за свое, мы бы просто сдались персам, и весь наш флот оказался бы их. И с вами было бы покончено. Неужели же, лакедемоняне, благодаря энергии и мудрой решимости, обнаруженным бы в то время нами, мы не заслуживаем со стороны греков менее завистливого отношения к той власти, какой мы пользуемся? При том же мы получили ее ненасилием. Когда вы не захотели довести дело с перцами настойчиво до конца, к нам обратились союзники и сами просили принять гегемонию над ними. Затем, когда персов начали уже отражать обратно в Персию, спартанцы, по своим известным уже вам причинам, не захотели выходить за территорию Спарты далеко. Они не захотели вести всех остальных греков против персов. Об этой истории будет подробнее изложено позднее. Поэтому все греки решили встать под гегемонию афинян, которые готовы были идти дальше. Мы вынуждены были довести нашу власть на теперешнем состоянии, прежде всего с самим течением обстоятельств. Больше всего и страха перед персами. Потом и чувство чести. Наконец, ради наших интересов. Вы видите троицу. Страх, честь и выгода. Но здесь важнее всего следующее. Афины сейчас говорят, как они стали империей. И причина номер один, по которой государство становится империями, причина номер один, которая оправдывает или делает правовым создание империи, это... Согласие с ним? В общем, да. Что делает правовым создание империи, да? Да. Почему афиняне уверены, что их империя была создана по праву? По той причине, что они боялись того, что их уничтожили. Страх. Правильно. Абсолютно верно. Из трех мотивов политического действия. Страх сильнейший. Никто не станет, вспоминайте Гоббса, никто не станет обвинять человека, который, находясь в естественном состоянии, а все государства находятся в естественном состоянии, приложил все усилия, чтобы защитить собственную жизнь, включая порабощение других людей. В естественном состоянии все имеют право на все. Афиняне так получилось. Создали империю с одной единственной целью. Какой вы? Чтобы защититься от империи. Нет другого обоснования сделать империю, кроме как из страха перед другой империей. Да, конечно. Потому что тогда у вас будет шанс победить. Шанс выжить. Именно это будет говорить сицилиец Гермократ в Сицилии. Когда он будет объяснять... Серокузианин, прошу прощения. Гермократ в Сицилии. Когда он будет объяснять воюющим полюсам Сицилии, что на нас плывут афиняне, и у нас есть только один выход. В смысле, у вас есть только один выход. Вы все должны стать частью Сирокузской империи, или мы все погибнем. Только сирокузы могут сделать в Сицилии империю. Но сделать они это обязаны, потому что без империи они не спасутся от афин. Тогда Гермократа не поймут. Но сам факт того, что Гермократ понимает это, и что афинские послы понимают это, показывает нам, что Фукидид знает, или считает, что знает, как решается вопрос выхода из равенства всех государств. Все государства равны, но одно из них получает право сделаться неравным, создать империю под угрозой смертельного страха, исходящего не от другого государства, не от равного, которого вы можете рассчитывать победить, а исходящего от империи, которой победить без империи, без того, чтобы стать равными им нельзя. А откуда возникает первая империя? Это хороший вопрос, веселый и увлекательный. Но нас он не интересует, а интересует более важный вопрос. Стать империей по праву и быть империей по праву – это одно и то же или разные вещи? До тех пор пока существует эссенциальная угроза по праву существования империи. По праву стать, это точно. А вот по праву ли существовать? Пока вы ее не предъявили, да? Персия… А мне кажется, что всегда справедливо, по той причине, что, грубо говоря, если афиняне… Справедливо всегда стать или справедливо всегда существовать? Всегда существовать, по той причине, что афиняне мысли в категориях надежды, и надежды то есть ожидание, вот в моем представлении. Значит, они могут ожидать, что если есть империя одна, есть вторая, значит, может быть и третья. То есть они всегда будут угрозы, поэтому они перманентные империя. Давайте афиняне… Нет, во-первых, это тогда не надежда, а страх, да? Как бы это важно. Я это назвала ожиданием, да? Ну, понятное дело… По той причине, что они мыслят в категориях будущего. Айфон, а потом полицейским сказать «Надежда побудила меня!» Сейчас надежда, чтобы меня не возникли. Нет, 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 нет. Надежда на айфон, ту надежду, которую я испытал, увидев его, она оправдывает мое поведение, делая его правовым. И значит, то, что я сделал после этого, сделано по праву. И полицейский читавки идёт такой «Ну да!» То же самое он не может сделать, если он, я не знаю, видит ксиву какую-нибудь. И он не может сказать «Надежда, значит, завладеть этой ксивой, получить честь обладания этой ксивой, подтолкнула меня её отнять, и эта надежда оправдывает мое поведение». Но если человек с айфоном напал на вас, то даже полицейский признает, что вы были в своем праве защищаться. Не заваливали айфон. Хорошо, если во время нападения он звонил своим друзьям по этому айфону, вызывая их ему помочь, то отнять у него телефон, чтобы он не пригласил товарищей на эту вечеринку правды и добра, она тоже будет оправдана в глазах полицейских. Чтобы быть оправданным, он должен нанести как минимум одну вещь. Да он должен просто накинуться на вас. Да, но доказательство, что он действительно накинутся. Не, ну вы входит в раке. Это я понимаю. То есть мы сейчас не опускаемся на уровень российского законодательства. У нас доказать, что вы совершили самооборону, практически невозможно. Вас скорее посадят, потому что это проще, чем что-то ещё делать. Но только страх формирует право. Надежда не формирует его. В этом смысле, когда афиняне боятся Персидской империи, они в своём праве сформировать свою собственную империю. Вопрос, что поддерживает право не на формирование империи, а на её сохранение. Да. Страх же более рациональный получается. Но в плане он более реальный. Надежда, она более... Страхи тоже могут быть эфемерными. Я понимаю, но надежда более... Она нереальна всегда. Ну почему? Вы же видите айфон в руках у соседа. Он же настоящий, да? Это же невыдуманный айфон. Нет, страх тоже нереальный, потому что афиняне боятся, что на них нападут. И вот война... Нет, страх, он может быть нереальным. У вас какая-нибудь агрофобия. Ну, нет же никакой угрозы. Да. Может быть, страх о сохранении... Но почему? Право о сохранении империи продедиктовано страхом соседа внутри уже этой империи? Нет. Сейчас афиняне ответят нам. Пожалуйста. Впоследствии для нас казалось уже небезопасным ослабить нашу власть и тем самым подвергаться риску. Правильно. Право на существование империи тоже исходит из страха. Но теперь не из страха другой державы, другой империи, а из страха погибнуть, когда ваша империя будет распадаться. То есть, афиняне говорят, так получилось, что мы создали свою империю из страха перед империей персов. Но когда мы персов победили, а мы победили, мы уже не можем разобрать свою империю из страха, что когда этот процесс начнется, он никогда не закончится и мы исчезнем. Когда афинская империя, условно говоря, начнет распадаться, союзники, которые в ходе персидских войн стали уже рабами афинян, захотят афинянам отплатить, потребуют репараций, потребуют земли, потребуют еще чего-то. Вполне возможно, что эти триони не будут удовлетворены, или чаще всего они не будут удовлетворены. А это значит, что начнется война внутри империи. И если эта война будет афинян против их союзников, а по-другому не может быть, потому что афиняне поработили союзников, эта война закончится гибелью Афин. Проще говоря, мы увидим позднее, что самым ярким примером, наверное, подобного поведения может считаться мафия. Босс мафии, если вы наступили ему на ботинок, убьет вас, кинет вас в реку, в этих самых бетонных галошах, не потому что он отвратительный человек, любящий убивать людей и садист, а потому что он знает, что если он вам это спустит, это оскорбление пройдет, его коллеги по опасному бизнесу немедленно сделают с ним что-то нехорошее. То есть поведение его является правовым, оправданным этим фактом, тем фактом, что он, совершая все это, боится за собственную жизнь. То есть подчиненные империи сами поддерживают существование империи. Но даже не подчиненные, а широкая перспектива, конечно, потому что помимо подчиненных могут быть и другие проблемы. Мы также можем бояться, например, что условные персы вернутся, но главная причина, конечно, заключается в том, что афиняне боятся мести со стороны союзников. Тогда получается, что аналогия, конечно, не совсем правильная, потому что мы разделили природу человека, природу государства, но получается, что так рабы поддерживают своего господина, потому что если господин расслабится и выпустит трость из руки, то его забьют. — Естественно, не рабы, а страх перед ними. — Ну да, 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 да. — То есть это такая порука, порочный круг, из которого нельзя выйти. Афиняне не могут становиться более мягкими по отношению к своим союзникам, они могут становиться только более жёсткими. — А почему они не могут и поглощать? — Ну типа, сделать их часть Афин. — Афины как полис и афиняне как народ — это уже несколько разные вещи. Нельзя разбавлять афинян кем-то другим, нельзя уничтожать гражданскую культуру. Даже римляне не могли сделать своих союзников частью Рима. — Но они постепенно... — Да, у них столько усилий, столько войн было вокруг этого, чтобы союзники наконец-то стали. И понятное дело, что закончилось-то это всё не очень хорошо. — Пока была республика, было нормально. — Но мы про Рим не говорим. Я хочу сказать, что даже полисному сознанию, это не космополитское сознание, ему практически невозможно впустить в себя других. Потому что это автоматически будет означать, что ваш статус свободного, статус гражданина будет унижен. Кроме того, вы же помните, какое определение империи мы дали. Оно подразумевает, что империя не существует без тех, кто ужат, без периферии, без тех, кто раздавлен. В этом смысле процесс, о котором вы говорите, обратный. Вначале у Афин были более далёкие союзники, в первую очередь далёкие по крови, которых легко было давить. С помощью ближайших союзников, ближайших по крови, которые думали, что они равны афинянам, что они почти афиняне. Но затем, чем больше эта империя существует, тем больше силы афинян, тем больше их страх перед союзниками, которые эту силу обеспечивают, тем больше они вынуждены давить союзников. Именно поэтому, к тому моменту, когда Афинская империя уже переходит к активным действиям, принцип крови отброшен. Афиняне давят своих кровных союзников точно так же, как они давят своих некровных союзников. Разницы уже никакой. Но это только означает, что война, которая вспыхнет в результате их восстания, будет ещё более жестокой, ещё более страшной. Что, естественно, подталкивает афинян быть ещё более жестокими по отношению к своим союзникам, дабы сохранить империю. Итак, мы видим оба оправдания, в смысле правовых объяснений того, почему Афинская империя создана по праву, и почему она по праву существует. И, соответственно, это право должно быть уважено. Выводы из этого, из этой позиции далеко идущие. Мы сделаем позднее, они гораздо более страшны, чем вам кажется сейчас. Но, когда афиняне говорят, что их империя существует по праву, и что это право, следовательно, должно быть уважено, они ведь на самом деле, в том числе, говорят о другой империи. О какой? О спартанской. Правильно! Если афиняне уверены, что Афинская империя рождена и существует по праву, значит, они уверены, что Спартанская империя рождена и существует по праву. Это значит, что они уверены, что между империями нет разницы, что империи одинаковые. И, следовательно, что они прекрасно понимают друг друга. Сила афинян заключается не в количестве кораблей, денег, людей, не в уровне союзников. Сила афинян заключается в том, что афиняне имеют право сделать все, что угодно для того, чтобы победить в грядущей войне. Потому что эта победа будет означать их жизнь, а поражение – их смерть. Ну, тогда почему они пытаются призвать... Понятно, почему они пытаются призвать аспартиатров не вылезать в войну, но если они знают, что империи равны и могут действовать одинаково, почему они просто... Как бы... Они хотят расширяться. Почему тогда не пытаются спартанцы? Вы тоже можете расширяться, мы же равны. Конечно, конечно. Но в этом-то и разница, как объясняют нам коринфяне. Спартанцы не хотят расширяться. Принчина, по которой спартанцы не хотят расширяться, историческая, заключается в чём? Потому что они элигархи. И у них лоты там. Правильно, потому что они уже расширились настолько, что они не могут расшириться дальше. То есть они будут... Может быть... Одной из причин, потому что они начнут терять Иисусы. Если спартанцы начнут вести активные боевые действия за границей, есть шанс, что мессенские элоты восстанут, и войско просто не успеет вернуться, спартанцев перебьют. Поэтому спартанцы не ходят дальше, чем в Аттику. Потому что ты успеешь вернуться в случае пилотского восстания. Спартанцы расширились настолько, что они больше не могут расширяться. Они должны сконцентрировать все свои усилия на том, чтобы контролировать своих союзников, восстания которых они боятся. А афиняне не достигли своего предела расширения, и потому они имеют право расширять молодые. Дальше. Возникает вопрос. Да, это вопрос молодой старой империи. Афиняне утверждают, что империи равны. Афиняне утверждают, что империи не равны. С точки зрения либерализма нет одинаковых людей. Но при этом все люди равны. То есть вы можете быть мужчиной, а человек рядом с вами женщиной, но вы при этом оба равны. То есть когда коринфяне говорят, вы империя такого типа, а афиняне такого типа, это не отменяет того факта, что две империи равны. Равны в своем праве. Конечно. Да. Ну получается, что афиняне знают, что они неправильно нападают на спарту, потому что спарту имеют все-таки специальные угрозы. Но при этом они депларируют, что у вас есть такое же право нападать, как у вас. Потому что мы-то для вас явно являемся угрозой. Вот это великая проблема. Проблема, как могут сосуществовать. Две империи в одном месте. Если она уже достигла предела Холста, то второй достаточно ее просто не поглощать обойти. Принцип империализма не подразумевает обхода. Империализм не знает границ. Вы сейчас увидите. Сейчас, когда Фукидид закончится этим. Он откатится назад. Начнет говорить о логографах и их историях. Одной из этих историй будет тот факт, что афиняне еще до начала этой войны всеми средствами пытаются расширять свою империю во все направления. Они даже экспедицию в Египет отправят завоевательную. Другое дело, что у них ничего не выйдет. Но империализм абсолютно оправдан с точки зрения. Они пытаются не воевать со Спартой сразу. Они пытаются на Криту попытаться Крит захватить, Египет захватить. Но когда у них не получается, они решают, что можно двигаться более логично и более... Маленькими шажками. Это как игра в покер в большой аудитории. То есть, есть два сильных игрока, которые с собой не соприкослялись, но или поздно они останутся одни в игре. Да! Это ситуация, если хотите, ситуация холодной войны. Есть гигантская сухопутная держава Советский Союз. И есть гигантская морская держава США. Они обе империалистичны. Одни олигархи, другие демократы. Одни надеются, другие боятся. И они обе рано или поздно сначала на периферии, вот как в столкновении коринфян с киркерянами, а потом уже вместе входят в горячую фазу войны. То есть, не с надеющей, а кто не... Ну, очевидно, что боятся-то олигархи, а надеются-то демократы. Демократы ничего не боятся, потому что у них ничего нет. В холодной войне победила Толосократия, а не Толорократия, поэтому... Холодная война не переросла в горячую. Это да. А здесь переросла. А как и корейки, Опять-таки, на периферии союзники друг с другом воюют, им мы помогаем, но в горячую войну мы не вступаем. Танцы под Вашингтоном не стояли. Хорошо. Есть ли еще вопросы по поводу афинских заявлений о праве Афин существовать? Несмотря на то, что они могут встретиться с Пашхот-Пашхопом, они все равно права существовать как империя, потому что у них по-прежнему остается от ядрой устойчивости и самой веры. Нет. Страх перед союзниками объясняет, почему империя может продолжить существовать как империя, а не расширяться. Расширение оправдывается уже не этим, а империализмом, принципом империализма. И афиняне пока что ничего не говорят о нем. Они лишь уверены, что Спарта и Афины существуют на одинаковых принципах. И значит, спартанцы прекрасно понимают, что афиняне могут делать, а что они делать не могут. И то, что коринфяне говорят, афиняне делать не могут, захватывать Кеткиру, нападать на коринфян и так далее, и так далее, и так далее. Спартанцы знают, что афиняне могут. И это, естественно, ставит большой вопрос, при какой ситуации одна империя вправе нападать на жухую. И этот вопрос должен быть решен перед тем, как это нападение совершится. Разве не как всегда экзистенциальная угроза? Нет, экзистенциальная угроза, понятное дело, делает из одного государства империю. Нам кажется, что экзистенциальная угроза оправдывает о существовании империи. Но вопрос о том, оправдывает ли экзистенциальная угроза и как далеко она может зайти в вопросе войны двух империй, это большой вопрос. Две империи равны, следовательно, мы можем отбросить империи и оставить два государства. Два государства равны. Могут ли они начать войну друг против друга? Разве сам тот факт, что они равны, не обеспечивает их справедливое отношение друг с другом? Проще говоря, они равны, они знают, что во взаимной войне, так как они равны, они могут уничтожить друг друга. И, следовательно, вместо того, чтобы заниматься взаимным уничтожением, гораздо проще и лучше будет договориться. В сосуществовании двух одинаковых государств, двух равных государств, это чаще всего и есть результат. Мирный договор, взаимный договор, который ведет к взаимному уважению и спокойствию. Проблема же в отношении Спарта и Афина заключается в принципе империализма, который исповедуется Афинами и уже не исповедуется Спарта. И империализм Афин – достаточное основание для того, чтобы афиняне могли напасть на Спарту. И страх перед империализмом Афин – это достаточное основание для того, чтобы спартанцы могли разорвать уже существующий договор. Спартанцы, по крайней мере, именно благодаря своей умеренности в это не верят. Фукидит говорит, они начали войну из страха, но спартанцы не считают, что они начали войну по праву. Наоборот, когда они проиграют эту войну, Фукидит скажет, они все были уверены, что это и должно было случиться, потому что они развязали войну, нарушив договор. Вопрос. Получается, что государства могут существовать тогда, когда ими не держит империализм. Два одинаковых, два равных государства. Два равных государства. Да, потому что если вы не разными, то нет смысла ни о чем договариваться, и принцип империализма... Возвращаясь к нашей речке Инфенка, где они сравнивают спарту и Афины, я упоминал о том, что Афины более имперская империя, а то значит, что это молодая империя, которая расширяется. Да, вот этого достаточно. Более имперская империя, сложно сказать. Именно особый характер Афинской империи заставляет Афинскую империю расширяться и в конце концов ведет к конфликту со спартом. Если мы воспринимаем это как архетип, то тогда Афина это как архетип молодой империи, которая все еще движется. Молодой и демократической. Если бы это была молодая олигархия, может быть, все было бы иначе. Потому что даже молодые олигархи все равно олигархи, да? А демократия перерадается в олигархии. В ходе войны вы имеете в виду? Ну да. Нет, она гибнет. Ну и исторически получается, что, смотрите, если старая империя это империя олигархии, не всегда так. Именно поэтому я призываю вас не кросс-экстаполировать. То есть отделять спартанцев как олигархов от спартанской империи как старой империи. Ну и спартиарты тоже были одно время неподложительны демократическим укламам. Спартиарты бы сказали, что никогда такого не было, потому что они с самого начала живут по законам Ликурга. Но мы-то знаем. Нет, мы как раз не знаем, слава богу. Но мы должны сказать, что в любом случае, в случае с афинянами, их превращение в олигархию означает гибель демократии. И означает конец империализма, потому что олигархия оказывается гораздо более уверенной, чем демократия. Поражение в войне и наступление олигархии, они совпадают. Поэтому сказать, что афины бы потом во что-то переродились, сложно, очень сложно. В частности, потому что вы знаете, что олигархия связана с обогащением. А демократия. А демократия с бедностью, да. Это вопрос, ведет ли война к обогащению всех. Нет. Значит, бедность бесконечно должна преследовать Афиню. По идее, да. Если так, то демократия бесконечно должна преследовать Афиню. То есть, захват Сицилии не изменил бы строя. Наоборот, именно тогда, когда захват Сицилии происходит, строй становится еще более радикальным. Демократия становится еще более радикальной. Но, выражаясь словами из Бэтмена, темнее всего перед рассветом. Хорошо. Получается, во-первых, империя и политический строй не связаны. Да. Потому что мы видим, что в Персии царство, но это империя. В Спарте олигархия, но это империя. В Афинах демократия, но это империя. И, соответственно, несмотря на присущие демократии и олигархии конкретные свойства, по типу Старха или Надежда, это не их империализм, не зависит от... Да, да, да. Только характер их действий зависит от их менталитета, в кавычках. Принцип империализма, как правовой принцип, действует на том же уровне, на котором действует принцип Старха за собственную жизнь, как правовой принцип. Хорошо, давайте двигаться дальше. Последствия для нас казалось уже небезопасным ослабить нашу власть. Это мы прошли. Пять. А, пять. Ни для кого не предосудительно принимать надлежащим образом полезные меры ввиду величайших опасностей. Так, по крайней мере, вы, лакедемоняне, пользуетесь главенством над государством Пелопонеза. Да, то есть, афиняне говорят, что их действия правовые, империи равны, следовательно, они должны, признавать, 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 что действия спартанцев по сохранению своего союза тоже правовые. Но это возможно только при одном условии. При ответном спартанском решении признать, что действия афинян в сторону своих союзников правовые. Мы, говорят афиняне, ничем не отличаемся, потому что у нас с союзниками одни и те же отношения. Так, по крайней мере, лакедемоняне, пользуетесь главенством над государством Пелопонеза, дав вам организацию полезную для вас. Если бы в то время вы, оставаясь до конца во главе союзников, встретили бы с их стороны такую же ненависть, какую встречаем теперь мы, то, это нам хорошо известно, не меньше нашего, вы бы были суровы с союзниками и были бы вынуждены или властвовать над ними силою или подвергать себе опасности. Да, афиняне ничем не отличаются от спартанцев, и их отличаются немного лишь их ситуаций. Таким образом, и в нашем поведении нет ничего странного или противоестественного, коль скоро предложенную нам власть мы приняли и не выпускаем ее из рук под влиянием трех могущественных стимулов – чести, страха и выгоды. Да, страх в центре, как вы видите. С другой стороны, мы не первые ввели такой порядок, а он существует искренне. И именно, что более слабый, сдерживается более сильным. Этот принцип, принцип империализма, о котором мы говорили, будет наиболее ярко выражен в милоском диалоге. И звучит он следующим образом. Сильный делает, что может, а слабый терпит. Это единственное правовое отношение, которое афиняне признают. Это и есть тот самый принцип «сила равно право», о котором мы поговорим в будущем, и который в будущем станет наиболее выраженным. Проблема заключается в том, что у этого принципа есть невероятно далеко идущие последствия, которые ведут только в одну сторону. «Если сила равно право, если сильный делает, что может, а слабый терпит, то в нашей внешней политике, во внешней политике империи, мы должны всегда задаваться только одним вопросом по отношению к остальным участникам международных отношений». «К каким?» «Достаточно ли мы сильны?» «Не совсем так». «Ну, переформулируйте просто». «К седали ты к сила?» «Нет, к союзникам, ко всем остальным, не к себе». «К каким вопросом надо задаваться по отношению ко всем остальным?» «Как их победить?» «Николь не присутствует усиление». «Они слабые или сильные?» «Потому что, если они слабые, вы имеете право их захватить. Сильные делают, что может, а слабые терпят. А если они сильные, то у вас гигантские проблемы возникают». Да? «Но как можно ответить на этот вопрос? Слабое или некое государство, или сильное?» «Война». «Правильно!» «Значит, этот принцип ведет только к одному, к тотальной войне». «Если другой участник международных отношений известен как слабый, вы воюете против него. Если он неизвестный как слабый, вы воюете против него, чтобы выяснить, слабый он или нет». «Надеюсь, у вас включится случай». «Естественно». «А если там какой-нибудь вопрос?» «Это мы все понимаем, но принцип, который излагает Афиняне, все равно будет работать. Потому что если вы...» «Вот вам немного макиявели, мы говорили о макиявели и фокидиде». «Если вас победил случай, то вы слабы. Слабый терпит, а сильный делает, что может». «То есть узнать, какой противник слабый, а какой сильный, если вы не знаете, можно только в результате либо победы в войне, либо поражения в ней». «В любом случае, никуда, кроме тотальной войны, этот принцип не ведет». «Вы можете прикинуть, как с ним воевали другие, и прикинуть собственные силы». «Конечно, конечно, вы можете прикинуть, вы можете прикинуть, но вы не можете знать. И более того, этот принцип ведет к войне по одной простой причине. Вот вы прикинули и узнали, что сосед слабый, значит, надо делать с ним все, что вы пожелаете. А если вы прикинули и узнали, что сосед сильный, то что происходит-то?» «Очиняться». «Ну?» «То сосед делает, что хочет». «То сосед на вас нападает. В этом смысле война никогда неизбежна». «Ну, до сих пор, пока они не становятся, кто там на них висит. Какой-то паритет, но это невозможно!» «Ну, это невозможно на долгое время, но это возможно принципиально». «Мы не совсем об этом говорим. Мы говорим о том, можете ли вы остановиться. Представьте, что нарождающаяся или набирающая силу Афинская империя съедает маленьких союзников. Маленьких, она становится все больше, больше, больше. Она уже сейчас больше, чем Спартанская империя. Это значит, что она должна уничтожить Спартанскую империю или может это сделать, а следовательно, должна это сделать. В рамках проверки силы или потому, что Спарта слабее. Но это значит, что после ее уничтожения она не может остановиться. Потому что есть еще Италия, Сицилия, Карфаген, Египет. Но Спарта остановилась. Спарта остановилась. И в этом преимущество Спарты с точки зрения Факедина на дофинянами. Потому что Спарта этим принципом не руководствуется. Потому что Спарта олигархия. И этот принцип был перевешен другим. То есть все государства ориентируются на этот принцип. Это принцип империализма. Но почему-то Спарта смогла этот принцип перевесить чем-то. Афиняне не смогли. И мы знаем исторически, что они не смогли, потому что они демократы. И что они не смогли, потому что они никогда не смогли остановиться. Мы знаем их планы. И мы знаем, чем эти планы закончились. Но мы прекрасно знаем, почему Спарта смогла остановиться. Потому что они не могли идти далеко. Иными словами, они не были умеренными, потому что у них был нож в горло. Конечно. Значит, они не были умеренными. Мы ведь к этому и возвращаемся. Мы уже об этом говорили буквально в прошлый раз. Когда мы говорим об умеренности человека, тогда представление о том, что нож в горло никогда не работает. Потому что если внешние факторы вас заставляют, значит, вы не можете быть добродетельными. В случае с городом, город в принципе не может быть добродетельным. У него нет души. Поэтому даже умеренности, страха, это уже умеренность. Это уже большое достижение. То есть спартанцы умерены не потому, что они хорошие люди. Такого быть не может. Город не может быть хорошим. Спартанцы умерены из-за своих обстоятельств. Центральность которых страх. А финяне не могут быть умерены в принципе. Потому что у них свои собственные обстоятельства. Демократические. Нет, я не понимаю, как это работает. Учитывая, что мы только что обозначили, что экстенциональная угроза для финян, это их собственный союзник. Да, конечно. Но в какой-то момент, если прижать их особенно сильно, особенно за неприятные места, может сорваться. Этот вывод вы можете сделать. Только по окончании истории. Мы же должны сказать, что вопрос, пересилит ли этот страх принцип империализма или, по-другому, надежда финяна. То есть страх перед восстанием союзников в ходе расширения империи пересиливает надежду на обогащение или на славу и честь в ходе расширения империи. В случае олигархов абсолютно да. В случае демократов абсолютно нет. Значит, они не свои правила. Страх смерти не настолько сильный, чтобы давать им право. Мы обосновываем создание империи одним страхом. Ее существование другим страхом. А расширение империи третьим. Уже не страхом, а надеждой. То есть вот эти... Потому что истанция правовая. Почему? Потому что надежды ничего не обусловили. Это все... Это правда. Но теперь мы прояснили этот принцип. который убирает надежду из уравнения и гласит. Мы существуем. Значит, давайте, давайте, к примеру, обратно. Почему вы не можете отнять айфон у сидящего рядом? Потому что есть механизмы, которые... Правильно! Но в международных... Но в международных отношениях их нет. И сидящий рядом – это не человек, а ребенок. И он никуда не побежит. Нет никаких родителей. А если... Да. А если... Нет. Это понятное. Это подразумевается. А даже если и побежит, то побежит он к ребятам постарше. Так они сами его побьют вдобавок. Но у них есть этот суд. У них есть эти ограничители. Они же как раз таки разбирались и требовали суда. Вы помните, что это требование было фальшивым? И это было требование со стороны детей. Конечно, дети требуют суда, потому что они слабые. Разговор о справедливости, не как о праве, а как о воздаянии, возникает именно в отношениях слабого и сильного. Потому что слабый ничего больше не может, кроме как кричать о справедливости. То есть вы понимаете разницу в этих двух ситуациях. Между государством... То есть в ситуации, когда мы говорим о слабом и сильном, сила такую позицию выдвигает афиняне. Посмотрим, приведет ли она их куда-то. И есть право. Не надежда дает им право, а сам факт их силы дает им право. И более того, это право, как мы говорим, это право не просто захватывать что-то или отнимать что-то у кого-то. Это право бесконечной войны, потому что по-другому никак не измерить силу. Если проецировать это с аналогией на современность, получается ли так, что государство, обычное государство, это те, кто могут существовать в пространстве какого-то права. То есть они могут опенять на суд спортиатов. Нет, нет, не право. Давайте отделим право от справедливости. Афиняне и спартанцы существуют на уровне права. Они равны между собой. И в этом смысле они могут предъявлять друг другу претензии, правовые претензии. Но кто их рассудит? Именно потому, что они равны, это право о несправедливости. Значит, право существует... Отделим право от справедливости. Право существует между равными. Да. А справедливость между неравными. И таким образом получается, что империи организуют право для себя. Они существуют в правовом поле. То есть они в своем праве... Мы можем говорить, что сильные создадим право? Не, 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 ни в коем случае. Даже афиняне на пике скажут, что принцип, по которому они действуют, это вселенский принцип. Даже боги подчинены им. А что скажут спортиат? Я понимаю, что скажут спортиат? Они, конечно, лаконичны, но... Не, 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 не. В том отрывке, когда афиняне это говорят, они говорят это не спортиатам, хотя и дарильцам. Это не лоский диалог. Мы не ловим. О справедливости говорят тогда, когда больше не о чем говорить. И поэтому говорят слабы перед сильными. О праве есть единственный и возможный разговор. И это разговор двух равных. И в этом смысле двух сильных. Да, но когда сильный нападать на слабую, он же в своем праве. Да, но... То есть, часть этого отношения между сильным и слабым. Это потому, что право, это право нападать, а справедливость, это справедливость воздает. Вы можете так сказать, да. Но право может быть и правом защищаться, да? Не обязательно нападать. Помните. Значит, тогда у нас тем более право будет между сильным и слабым. Нет, право между... Не, 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 не. Нет, право только между сильным и сильным возникает. Потому что только они прекрасно понимают, что это значит. Слабы требуют справедливости, потому что они не могут требовать права. У них нет такого права. У них есть право защищаться. Да, да, конечно, конечно. У них есть право защищаться, но это ведет их в войне к сильным только к одному, к гибели. Поэтому, чтобы выжить, они начинают говорить не о праве сильного, а о справедливости. Справедливость, как они думают, Это как раз то, что позволит им выжить и существовать. Милосский диалог. Начинайте уже читать сами, зная, что вы не понимаете о чём. Начинайте читать Милосский диалог, если у вас будут вопросы, мы потом его, может быть, обсудим. Империи могут создавать пространство, скажем так, право для слабых, которое не будет распространяться на них. То есть, вот, например, в современности Соединенные Штаты устанавливают международное право, право человека и так далее. Не-не-не, это как раз справедливость, а не право. Да, но оно формализовано, условно говоря, договоры, конечно. Оно создано, условно говоря, империей Соединенных Штатов для мелких. Да, вы должны понимать, что это не право, а справедливость, да, в нашей терминологии. То есть, что такое справедливость со стороны слабых? Не нарушение договора. Афиняне приплывают и говорят, какой договор? У нас есть только... Мы не говорим о справедливости, мы говорим о праве. Право такое. Я делаю, что хочу, ты терпишь. Несчастные, несчастные нелосцы говорят, нет-нет-нет-нет-нет, мы не говорим о праве, мы говорим о справедливости. Справедливость говорит, тот, кто не вступал в войну, тот, кто остался нейтральным, не может подвергнуться нападению ни одной из воюющих сторон. Таков договор. Что же мы сюда приплыли тогда? Мы соблюдали нейтралитет всю войну. Это какой нейтралитет? Право сильного подразумевать, что мы должны воскнуть палкой, чтобы проверить, а вы какие? Ну, мы знаем, какие вы, вы живете на маленьком острове в одном городе. Вот и все. То есть, разница между правом и справедливостью огромная. То есть, получается, можем ли мы тогда резюмировать, что право справедливости отличает возможность применения в обе стороны? Ну, слабо рассуждают о справедливости, когда к ним прибегает империя и начинает бить ей по голове. Они не могут дозветься, потому что... Я понимаю, вы могли бы то же самое сказать о справедливости. Справедливость должна работать только против несправедливых. Она не может работать против справедливых. А можно мы в таком случае сказать, что о справедливости рассуждают только слабо? Конечно. Любой, кто начинает говорить с вами о справедливости, сразу выдает себя. Справедливость вроде не... — Он слабый. — Да, конечно! Естественно! Поэтому коринфяне говорят о справедливости. — Почему они не говорят о справедливости лакедемонянам? — Потому что их задача — начать войну. А лакедемоняне думают, что если они начнут её, то они нарушат договор. — Просто, насколько я помню, речь коринфян только начинается с фразы «несправедливо вы поступаете», а далее они не управляются. — Конечно! Потому что их притязания слишком слабы. То есть они не могут доказать, что афиняне нарушили договор. Поэтому они предпочитают умолчивать о справедливости и говорить о праве, в смысле об экзистенциальном страхе. — Хорошо. Давайте будем двигаться дальше. — Вместе с тем мы считаем себя достойными и достойными власти, каковыми и вам казали до сих пор. — Только теперь, преследуя свои собственные интересы, вы взываете к праву, а оно никем ещё не противопоставляло стяжание грубой силой, когда представлялся к тому такой случай, ради которого никто не забывал своих выгод. — Да. Афиняне говорят, что на самом-то деле надо говорить не о справедливости, а о праве. А право выглядит так — надо попробовать соседа на зуб. И всё сразу станет ясно. — Мы полагаем, что всякий другой, очутившись на нашем месте, лучше всего доказал бы, насколько мы умерены, между тем, как нам и за нашу корректность доставалась скорее незаслуженная дурная слава, нежели одобрение. — В отличие от корринфян, которые уверены, что умерены здесь спарстанцы. Афиняне говорят, не-не-не-не, это мы умерены. Что они имеют в виду? Что они ещё не насели на союзников всем своим весом. Хотя могут это сделать и вправе это сделать по праву сильного. Просто раздавить всех, отнять у всех свободы, отнять автономию, начать собирать налоги больше, чем это предписано договором и так далее, и так далее, и так далее. Могут хоть в рабство всех продать. У них уже хватает силы это делать. Они не делают этого. И это делает их хорошими императорами или хорошими представителями империи. — Действительно, хотя в судебных процессах с союзниками, возникающих из деловых договоров, мы находимся в худшем, чем наши союзники положении, а у себя дома творим суд над законами, по законам одинаковым для нас и для них, тем не менее оказывается, будто мы имеем страсть к сутяшничеству. Никто из союзников не обращает внимания на то, почему другие не подвергаются упрёкам, хотя они и пользуются властью над подчинёнными с меньшей умеренностью, нежели мы. Ведь кто имеет возможность пустить вход в силу, тому вовсе нет нужды обращаться к суду. В отношениях с нами союзники привыкли обращаться как равные с равными. Поэтому, если сверхожидание не потерпит какой бы то ни был ущерб, в силу ли судебного приговора или насильственной меры в интересах нашей власти, или почему-нибудь другому, они не благодарят нас за то, что мы не отнимаем у них более важного, но переносят своё неполное с нами равноправие с большим огорчением, чем если бы мы с самого начала откинули в сторону всякий законный порядок и открыто преследовали бы наши выгоды. Тогда и они не стали бы отрицать, что более слабый обязан уступать сильному. По-видимому, несправедливость больше раздражает людей, чем насилие. Первое, с точки зрения равенства, кажется посекательством. Второе, с точки зрения превосходства одного над другим, представляется неизбежной необходимостью. Вспомните, с чего начинали коринфяне. Вы, спартанцы, освободители. Соответственно, афиняне порабощают своих союзников. Соответственно, вы должны их освобождать. Что говорят афиняне? Попробующие своих союзников. Не-не-не-не-не. Во-первых, между империями нет разницы. Вы своих порабощаете точно так же. Поэтому никакие вы не освободители. Не надо гнать пропаганду. Между нами нет разницы. Второе, причина, по которой союзники так громко кричат, наши союзники, о том, что мы их давим, заключается в чем? В том, что мы их не давим. Что мы сами ужимаем свои интересы. Что мы настолько хороши, настолько добры к ним, что... Обращайтесь к самому. Да, 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 да. То есть, они кричат, потому что мы дали им право говорить. Да. Да, мы их слушаем. И именно об этом афиняне и говорят. По-видимому, несправедливость раздражает больше, чем насилие. Почему? Потому что когда афиняне поступают со своими союзниками несправедливо, они дают им впечатление, что речь идет о справедливости, о соблюдении договора, а значит, о равенстве. На самом же деле, говорят афиняне, если бы мы просто их раздавили, они бы сразу поняли, что равенства нет. И тогда они бы против нас ничего не говорили и не жаловались. Так под властью персов союзники терпеливо переносили более тягкие притеснения, чем те, о которых было упомянуто. То есть, причина этих проблем с союзниками не в афинянах. Она в союзниках, да. Они еще не поняли, что случилось. Они все еще думают, что речь идет о равном договорном союзе. Хотя речь уже идет об империи, в которой им нет другого места, кроме как места раздавленных подчиненных. То есть, афиняне не скрывают то, что это рабы были, подчиненные были. Афинские послы находятся в Спарте и говорят спартанцам. Все спартанцы понимают, что происходит. Спарта – это более старая империя. Поэтому, естественно, нет смысла скрываться. Понятное дело, что если бы это было выступление в афинском собрании, послы бы говорили несколько иные вещи. Итак, если бы вы, скрушив нас, достигли над нами господства, то скоро потеряли бы то благорасположение со стороны наших союзников. Каким следствием их страха перед нами пользуетесь теперь? Все только стали бы следовать тем же принципам, каким следовали тогда, в пору кратковременные нашей гегемонии во время войны с перцами. Ага. Возвращаемся к нашей табличке. Я не буду вставать. Я старый. Из двух вариантов развития событий, в смысле надежды, спартанцев больше интересует честь, а афинян выгода. Афиняне знают это и признают это. Поэтому они говорят спартанцам, что наши союзники сейчас оказывают вам огромную честь, почести, потому что они верят в вашу пропаганду о том, что вы освободители. Но мы-то знаем, что все империи действуют одинаково. А это значит, что когда вы будете их освобождать, вы на самом деле будете подчинять их себе. Что чистейшая правда, конечно же. Но это будет означать только одно. Что вас нас ненавидят так же, как я. Ага, честь и выгода, а вернее, на что из чести и выгоды рассчитывают спартанцы? На честь. Это значит, говорят афиняне, что если вы вступите в войну и даже начнете в ней побеждать, и даже победите в ней, вы потеряете то, чего хотите. Спартанцев начнут презирать. Против спартанцев начнут говорить, ваше доброе слово померкнет. Именно потому, не потому что вы проиграете, а потому что вы победите. Вот что делают демократики, такие демократики хорошие. Да, да. В самом деле, государственные порядки вам свойственны не примерами ни с какими другими. К тому же, каждый из вас за пределами своей страны не сообразуется с этими порядками. Не с теми, которые признают остальные эллины. Итак, выносите ваше решение неторопливо, так как дело идет не о мелочах, не возлагайте на себя несоответственного вам бремени, склоненные к тому чужими намерениями и жалобами. Но вперед сообразите, сколь великие неожиданности войны, прежде чем она вас настигнет. Да, афиняне тоже знают, что на войне очень велика роль случая. Надолго затягивающаяся война ведет обыкновенно к таким случайностям, от которых мы, как и вы, одинаково не застрахованы. И они тоже знают, что чем больше действий ты предпонимаешь, тем выше шанс, что что-то пойдет не так. Поэтому долгая война гораздо более опасна, чем короткая. И каков будет результат, ее остается неизвестным. Когда люди предпринимают войну, то начинают прямо с действий, какие должны были следовать позже. А рассуждать принимаются тогда уже, когда потерпят неудачи. Мы еще не сделаем никакой подобной ошибки, не видим ее и с вашей стороны. Да, то есть ни мы, ни вы не начали открыть эту войну. И афиняне заканчивают таким образом. Пока... Не-не-не-не, дальше читать нет смысла. Есть смысл прочесть последнее предложение. В противном случае, если вы начнете войну, мы призываем свидетелей богов, охранителей клятв, попытаемся защищаться так, как расскажет нам ваш образ действия. Да, вы видите. Если вы начнете войну, мы войну не начинали. И если вы ее начнете, вы нарушите клятвы. И значит, получите кару от богов. Пока что афиняне говорят богов. Очень скоро они начнут говорить божество. Но об этом позднее. Итак, афиняне суммируют и говорят. Вы должны медлить по многим причинам. Вы должны серьезно подумать над тем, что вы собираетесь делать по многим причинам. Причина номер один. Вы ничем не отличаетесь от нас. И вы, и мы в своем праве. Причина номер два. Которую афиняне указывают лишь коротко. Если вы победите, даже если вы победите, вы на самом деле проиграете. Потому что ваши надежды будут раздавлены. И причина номер три. Так как наши силы примерно равны, непонятно, кто победит. И победа зависит скорее от случая. Кто контролирует случай? Боги. Следовательно, если вы нарушили клятву, случай... Не на вашу стройку. И спартанцы это понимают. Прекрасно понимают, конечно. Именно поэтому они не хотят, так умные спартанцы, так не хотят начинать эту войну. Потому что нарушение клятвы означает не в богов. Не в богов означает неправильный случай. Или случай против тебя. Случай против тебя означает поражение в войне. Особенно в затяжной. Потому что боги не один случай направят против тебя. А много. Так и случится. В конце концов, случайность решить судьбу Спарты. Ведь несчастные спартиаты, запертые на острове, из-за лесного пожара, окажутся уязвимыми и попадут в плен. После чего спартанцы немедленно скажут, мы готовы отдать все, только верните кровных спартиатов. И война закончится. Знаете, как должна была бы закончиться книга, вот здесь бы спартанцы должны были сказать, ну ладно, тогда не будем воевать. И все, и конец истории. Но, к сожалению, или к счастью, так не происходит. Но вы же понимаете, да, что у спартанцев нет выбора. 79. По примеру, мы так говорили афиняне. По выслушанию жалоб союзников против афинян и речи последних локедемоняне удалив посторонних, стали одни совещаться положение дела. Да, вы понимаете, что как бы локедемоняне умны. И в этом смысле сейчас время пропаганды прошло. Пришло время серьезных обсуждений за закрытыми дверьми. Большинство единодушно решило, что афиняне уже виноваты, и что необходимо поскорее объявить войну. Тогда выступил с такой речью царь локедемоняна Архидам, славившийся своей понесательностью и благоразумием. Это хорошее замечание и сразу несколько. Во-первых, большинство пелопонесцев уже решило, что афиняне виноваты, что они нарушили договор. Афиняне или пелопонесы? Здесь, по-моему, а, локедемоняне, да, локедемоняне, конечно, прошу прощения. Потому что это совещание с закрытыми дверьми. Большинство локедемонян – необразованные и недалекие люди. Они уже думают, что афиняне нарушили договор. И следовательно, что нужно воевать. Из этого мы можем сделать следующий вывод, важнейший, о том, о чем будет говорить Архидам. Будет ли Архидам говорить о том, что афиняне не нарушили договор? Не будет. Не будет. Это бессмысленно. Большинство уже решило, что это так. Следовательно, Архидам будет упирать не на справедливость, а на страх. То есть, афиняне не сказали ни слова о том, как сильна их держава с точки зрения обыденного представления о силе. Спартанцы не поняли этого. Но это поняли умные спартанцы. Но это понял Архидам. Поэтому сейчас Архидам заново объяснит присутствующим спартанцам, что именно хотели сказать и сказали на самом деле афиняне. И скажет это. Второе замечание. Вы видите, что несмотря на то, что Архидам действительно понял, что имели в виду афиняне и поделится сейчас этим знанием со спартанцами, Фукидид не называет его ни проницательным, ни благоразумным. Он называет его человеком славящимся проницательностью и благоразумием. Проще говоря, Фукидид будет делать суждения от собственного имени о своих персонажах, персонажах, а иногда не будет. И в данном случае он не сделал такого суждения. И тот факт, что он сделал не свое суждение, а общее суждение, ну или приписал Архидаму не свое суждение, а общее суждение, заставляет нас сомневаться в Архидаме немедленно. И сам я, лагодемонянин, испытан во многих уже войнах, считая таковыми и тех из вас, которые одного возраста со мною. Поэтому вы не можете жаждать войны по недостатку опыта, что свойственно большинству. Ах, Смаршинси, Архидам сразу начинается правильные вещи. Кто думает, что война это круто? Те, кто не боевал. Конечно, потому что у них надежды, их надежда не противостоят страхи. Они не знают этих страхов. Но мы-то воевали, мы-то были в траншеях, мы-то видели трупы. Нам-то страшно. Поэтому мы, деды, знаем. А честолюбцы? О, так молодость и честолюбие идут рука об руку. Старики нечестолюбивы. Помните, я снова вернулась к Макиявелле, помните, Макиявелле говорили, что Фортуна как женщина, как бы, она любит насильников. А потом добавляет, естественно, что насильники, это как правило, молодые, старикам тяжело уже. Да и женщины их не так сильно интересуют. Помните, Кефау. Архидам старый, он говорит, те, кто старый, те со мной. Старики боятся, они не надеются. И не можете считать ее делом хорошим и безопасным. По здравому размышлению, никто не мог бы признать войну, о которой вы теперь рассуждаете, маловажную. Правда против Пелопоннесов и ваших соседей мы располагаем равными с ними силами и можем быстро появиться на любом пункте. Но как можно с легким сердцем начинать войну против народа, который живет далеко от нас, к тому же чрезвычайно опытен в морском деле, и все остальное имеет большом избытке? Итак, Архидам объясняет, в чем же сила государства, пожалуйста. Частные и государственные капиталы. Первое, это богатство. Флот, лошадей, вооружение. Мы назовем это оснащенностью. Им и столь многолюдное население. Флотские ресурсы. Как ни в одной из эллинских областей. Против народа, у которого, кроме того, множество союзников, платящих дань. Да. Это все, мы можем идти в четвертый отдельный момент. Это союзники. Но мы понимаем, что союзники, это все вот это вот вместе взятое. Да-да. В том числе. Но союзники, это отдельная штука, потому что союзников можно отлагать. Вот, вот, что должны были сказать афиняне, чтобы несчастные пелопонессы, в смысле, спортията, их поняли. Никто не понял, а когда мы говорим, ребят, ну вот, вот, вот это вот. Да? И вопрос один. У них это есть. А что есть из спортията? А у нас это есть? И ответ? На что же мы рассчитываем, кидаясь в войну без приготовления? Не на флот ли? Но тут мы слабее афинян. А если мы станем упражняться и равносильно афинянам вооружаться, то на то будет потребно время. Нет, нет у нас оснащенности. Не на деньги ли? Но в этом отношении мы уступаем афинянам еще больше. У нас нет денег в государственной казни. Помните, мы уже говорили об этом. И следует повторить эту мысль. Бедные граждане, богатая республика. Богатые граждане, бедная республика. Афины богаты, потому что они демократия. Факта бедна, потому что спартанцы, олигархи, они богаты. Нелегко взимаемые подати из частных лиц. Быть может, кто-нибудь полагается на то, что мы превосходим афинян хорошо вооруженными силами и потому можем часто делать набеги на их землю и пустошать ее. Но во власти афинян находится много другой земли. Все же нужные запасы, они могут доставлять себе море. Если с другой стороны мы попытаемся поднять их союзников, то им должны будем помогать флотам, так как большинство союзников островитяне. Да, значит, афинян говорят, он не говорит, что нам не хватает людей. Это очевидно для всех присутствующих. Это все-таки Спарта. О союзниках он не говорит. Вернее, о спартанских союзниках он не говорит. Вместо этого он говорит о стратегии победы над афинскими союзниками. О восторжении их отложения. И мы понимаем, что эта стратегия возвращает нас вот сюда. Ровно так же, как и в случае Афины возвращала нас сюда. Ровно так же, как и в случае Спарта. Чтобы их отлагать, нам нужен флот. Нам нужны люди и нам нужны деньги. А у нас нет ничего из этого. Но Архиван совершает одну ошибку. Он говорит, что, естественно, у нас нет этого и этого, но мы можем получить флот. Но для этого нам нужно время. Мы можем построить флот и научиться нормально воевать на море. Нам нужно время. И это, конечно, и приведет его к могилу. Итак, как же нам вести войну? Ведь если мы не одолеем Афинян на море и не лишим их тех доходов, на которые они содержат флот, то мы больше поведем себе. Правильно. Победа в войне зависит не от самой державы, а от ее ресурсов. Победить афинян значит отнять союзников, потому что союзники это и люди, и корабли, и деньги. Но мы не можем этого сделать, потому что у нас ничего, этого нет. И прекращать войну при таких условиях не было бы почетно, потому что главным виновником разрыва будет считаться мы. И Аркидам уверен, в отличие от всех остальных спартанцев, и вместе с Пукидидом уверен, что афиняне не начали войну. Да, военные действия идут, Карин сражается, но это не война между Афинями и Спартом. И это значит, что если война начнется, то она начнется только по вине Спартеатра. И это возвращает нас к тому, что когда-то афинские послы. Мы начали войну, мы нарушили договор, мы нарушили договор, мы нарушили клятвы, мы нарушили клятвы, боги против нас. Велик шанс, что все закончится не нашим пользу. Естественно, вы тут же можете сказать, это все здорово, но мы ведь помним кое-что. Но мы помним кое-что, что еще только будет. Да, мы помним будущее. Какое будущее, я не помню. Есть один такой бог, который пообещал, что он придет спартанцам на помощь вне зависимости от обстоятельств. Почему? Да. Но пока еще не про нее, но в целом про... Есть один бог, который поможет спартанцам, несмотря на их клятвы преступления. Давайте 82. Однако я вовсе не предлагаю относиться к нашим союзникам равнодушно, дозволять афинам обижать их и смотреть сквозь пальцы на козни врагов. Я советую только не браться пока за оружие, а через посольство обратиться к афининам к сукоризнам, не показывая предыдущего задора, неуступчивости. Тем же временем устраивать собственные дела, привлекая к нам союзников и эллинов, и варваров. Да, Архивдан предлагает отличную идею. У нее две части. Первое. Мы начинаем правовой процесс. Тянуть время. Да. И одновременно, пока мы тянем время, естественно, мы также через правовой процесс пытаемся выставить афинян, как зачинщиков в войне. То есть это же судилище. Мы вполне можем победить. И вместе с тем, пока все это судилище идет, мы, естественно, уже приняли решение о войне и начинаем готовиться. И стараться откуда бы то ни было приумножать наши силы флотом и деньгами. Архивдан уверен, эта война не будет маленькой. И поэтому он сразу говорит о том, что необходимо бросить все силы на то, чтобы к ней оказаться подготовленным. И это большая проблема, потому что это означает, что Архивдан такой же сторонник войны, как и все остальные. Он не выступает за мир. Он прекрасно понимает, что Спарта не победит. И он прекрасно понимает, что начав войну, Спарта нарушит договор. Он спотыкается речь про флот. Спотыкается о флот и его возможности оснащения и не становится сторонником. Да. Ну нет, он, видимо, стал сторонником заранее, но вот это вот его подводит. То есть, кажется, сейчас он все еще пытается сделать то, что пытаются сделать афинские послы. Если он оттянет принятие решений в начале войны, то, опираясь на медлительность олигархов, которая ведет все их решения в пыль, может быть, они настолько будут окажутся медлительными, что они просто не начнут войну никогда. В смысле, ну давайте пока флот будем собирать, пока будем собирать, нам войну разворудуют, войну сбежит, войну тонет. Его задача не сказать нет, потому что было бы странно, если бы он это сделал. Все-таки он спартанский царь. Его задача сказать, а давайте мы подождем. Да? Лучше хрунда. Да. Да-да-да-да-да. Давайте будем готовиться, давайте подумаем над этим. Это всегда лучший способ остановить ваших друзей от делания что-либо. То есть, они вдруг спонтанно предлагают вам, давайте мы пойдем туда, на город заберемся, значит... Давайте подумаем, на какую гору, как вы туда забираться. Да-да-да-да-да. А давайте это обсудим, говорите вы, инициатива умирает навсегда. Именно это предлагает Архидам. Знаю человеческую природу. Создадим чатик, обсудим и не обсудим. 83. Недостаток быстроты при нападении многих на одно государство пусть не покажется кому-либо трусостью. Ведь и у Афинин, не меньше, чем у нас союзников, платящих им дань, война же зависит не столько от вооруженных сил, сколько от денежных средств. Фукидитрии, Архидам, согласны. Война зависит от ресурсов, масштаб войны зависит от ресурсов. Помощью которых вооруженные силы только и могут принести свою пользу, особенно война континентальной державы против морской. Поэтому запасемся, прежде всего, денежными средствами, а до тех пор не дадим увлечь себя речами союзников. Мы принесем наибольшую ответственность за последствия войны при том или ином исходе ее, а потому должны заранее все спокойно предусмотреть. Мы должны медлить не только потому, что я не хочу войны, мы должны медлить еще и потому, что мы получим все в результате этой войны. То есть, вся полнота ответственности ляжет на нас, вне зависимости от победы или поражения. Мы погибнем. Наши союзники выживут, если война будет проиграна, мы не выживем. Каринф, он переметнется. Аргас, он переметнется. Да, они все отпадут и все, а мы исчезли. Поэтому мы должны быть медлительны. 84-3. Мы воинственны и рассудительны вследствие нашей благопристойности. Воинственны потому, что с рассудительностью теснее всего связано чувство чести, а с чувством чести мужества. Рассудительны мы потому, что воспитание делает нас не настолько просвещенными, чтобы презирать законы, слишком суровыми и скромными, чтобы не подчиняться. Вы видите, архидам тоже упирает на честь, на славу. Правда, мы не слишком понимаем толк в предметах бесполезных, чтобы в прекрасных речах проясать военные приготовления врагов, а на деле расходиться со словами. Напротив, мы считаем планы других не уступающими нашим, полагаем, что не речами можно разъяснить угрожающие случайности судьбы. Мы будем всегда на деле готовиться к войне, как если бы противники наши предпринимали мудрые решения. И надежды следует возлагать не на возможные ошибки врагов, а на собственные, верно рассчитанные средства. Архидам понимает, есть такая известная поговорка, китайская, что случаясь следующим образом, поражение зависит от тебя, победа от противника. Архидам говорит, мы должны надеяться не на победу, мы должны работать против поражения. Мы знаем, что ошибки будут допущены рано или поздно. Надо сделать так, чтобы их допустили не мы. Но это означает, что надо быть медленными. У 85-2. При нашем могуществе нам это более возможно, нежели другим. Отправьте к Афининам посольство и по делу и по Тидеи. Нет, и по делу по Тидеи. И по делу по Тидеи и по поводу обидка, на которую жалуются союзники, тем более, что Афинини сами готовы дать ответ перед судом, а на того, кто был готов предстать перед судом, незаконно идти раньше войной, как на обидчика. В то же время готовьтесь к войне. Такое решение будет наиболее выгодно для нас и наиболее грозно для врагов. Архидан произносит свою речь, понятную же какую, но увидите, что она маленькая по сравнению с речью афинских послов. Это свойство спартанцев, они не могут много говорить, потому что они не умеют говорить, но его речь покажется вам гигантской по сравнению с речью его противника. А вопрос, то, что он о выгоде говорит в последний момент, это такое решение будет наиболее выгодным для нас. Нет, это не о выгоде в целом, это вывод из того, что он сказал. Просто мало ли вдруг он понахватал своего афинина. Последним выступил сфенилоид, в то время один из эфоров и произнес следующую речь. Да, сфенилоид это эфор. Значит, первое, что мы видим в Афинах за речами Коринфян и Геркерян следует два решения и ноль обсуждений. В Спарте за речами Коринфян и Афинян следует две речи и только два обсуждения и только одно решение. Сфенилоид это проблемный персонаж, потому что он эфор. А аркидам, кстати, в чем проблема с афоратом? Что они говорят? Хотя это так, ни в данном случае. Уже не воюют. Это тоже хорошо. В том, что эфорат это выборный орган. Сфенилоид представляет демократию внутри Спарты. В то время, как царь, это, понятно, наследственная должность. Что же говорит демократ внутри Спарты? Линны Хайчей Афинин я не понимаю. Естественно. Настоящий демократ не образован вообще, даже по сравнению, даже для спартанца не образован. Поэтому он не понял, он честно признается, что сказали о фенеи. Хотя аркидам все разъяснилось. Может, просто на этом он мог закончить свою речь? Нет, его задача вывести его речь в один абзац, она и так маленькая. В многочисленных самовосхвалениях они нигде не опровергли того, что наносят обиды союзникам нашим и Пелопонесу. Хотя они были доблестны в прежнее время в борьбе с персами, но теперь по отношению к нам поступают подло, а потому вдвойне достойны карты, так как из людей порядочных стали подлыми. Мы же, какими были тогда, такими остаемся и теперь. Не дозволим, если будем благоразумны, обижать наших союзников и незамедленно наказать афинян. Бедствия не ждут союзников. У других есть денежные средства кораблей и лошади, а у нас храбрые союзники, и нам не должно выдавать их афинянам. Нечего решать судом и речами их дела, потому что и союзников обижают не на словах. Вам необходимо поскорее всеми силами помочь им, и пусть никто не указывает, что, несмотря на нанесенные нам обиды, нам следует еще размышлять. Долговременное размышление прилично скорее тому, кто замышляет обиду. Вы видите демократичность, да? Не надо думать, надо действовать. Итак, младедимания, не подавайте голоса согласно с достоинством Спарты, за войну, не давайте усиливаться афинянам, не бросим на произвол наших союзников и с помощью врагов пойдем на обидчиков. Да, вы видите, как бы, никаких аргументов у Сунилаида нет. За то, как демократ, он отлично знает, как работает демократия и может повернуть ее в свою сторону. Но у него есть аргумент, он к чести в самом деле, он не называет это честью буквально. Не совсем. Согласие с достоинством Спарта, мы вообще должны это иметь войну. Это тот аргумент, который он произносит в самом начале. Мы не можем, мы должны быть справедливыми, мы не можем терпеть обид союзников. Но этот аргумент разбивается другой, а суд, то есть, если мы требуем справедливости, то вот тогда надо идти в суд. Тем более, что Финяне готовы. Но с Финяной говорит, нет, мы в суд не пойдем. И таким образом теряет свой аргумент. Но это не дело чести, потому что их союзников не в суде разбивают. А вполне реально, это хорошая нына. Нет, потому что тогда это значило бы, что никакой суд вообще невозможен, потому что за воровство Альфона, за дело, все-таки судят, тащат в суд, а не убивают. В современном мире, как и в их мире, любой суд, это суд после дела, не может быть суда до дела. Но, опять-таки, Свиняной плохо говорит, потому что он демократ. Но он хорошо действует, потому что он демократ. Давайте. После того, Свиняной по своему званию Эфор стал собирать голоса в собрании Лагидемания. Так как голосуют они криком, они камешками, то Свиняной объявил, что нет возможности различить по крику, на какой стране большинство. Да, то есть нельзя провести голосование, как оно обычно проходит. Надо изменить правила. И желая еще больше настроить Лагидеманян в пользу войны, открытую подачу голосов, сказал, тот из вас, Лагидеманяне, кто признает, что договор нарушен и что Афине невиновны, пусть встанет и займет это место. И показал им определенное место. А тот, кто этого не признает, пусть становится на другой стороне. И он знает, что как победить, надо превратить анонимное голосование в неанонимное. Спартанцы смелы по определению, кто голосует против войны, трус. Поэтому, естественно, одно дело, когда вы голосуете анонимно против войны, а другое дело, когда все на вас потом могут пальцем показывать. Поэтому, естественно, когда сфенелоид добивается этого, большинство лакидеманян оказывается на стороне войны. Значит, получается, что народ Спарты подвержен вот этому, то есть, во-первых, они условно демократы. Ой, не-не-не-не, это все были мои преувеличения. Сфенелоид имеет свой собственный интерес в происходящем, и он знает, как манипулировать голосование. А в чем его интерес? К сожалению, это единственный раз, когда он напоминается, и этого достаточно. Понятно. К сожалению, это так. Мы, конечно, можем сказать, что как демократический элемент, и начать советским языком осуждать, но это не более, чем хорошая отсылка и хорошее обобщение. Просто так получается, что архидамн, который является царем, соответственно, является частью олигархии, он умерен в своем суждении, в то время, как демократ представляет в своем суждении. Это красивая картинка, но вы же знаете, что и форуми, хотя и становятся в результате глупсования, на самом деле не становятся. Да. В 88. Лакидемоняне признали, что мир нарушен, и что необходимо начать войну. Не столько подленивающие союзников, сколько и страха перед афининами. Спасаясь дальнейшего роста их могущества, они видели, что уже большая часть Эллады находится у них в отчинении. Да. И, соответственно, спартанцы в войну объявляют. Афу Кедит, на удивление в середине книги, начинает говорить о прошлой истории. До этого мы двигались ровненько от прошлого к настоящему. Теперь мы почему-то снова возвращаемся в прошлое. В 89. сомнений. У меня вопрос. Логичный или не логичный Зелкерик у нас сейчас как раз. Да? Да, да, слушайте, конечно, не всяких сомнений. Вот, отлично. Тогда я на этом останавливаюсь.